добрый вечер друзья мы снова вместе скоро и на на год исполнится мы все никак не расстанемся значит все немного интересного расскажу вот не хотелось бы написать о грустном но я не виноват позвонил наш руководитель вот этот технического проекта сафронов антон валерьевич и сказал ну вот довырубались до потопа житель кимирской области знает про потоп и чем он связан не знает только те кто должны были предотвратить вот эту вырубку значит небольшой детективный рассказ поймите речь не она с вами вы тех кто меня слушает это как бы помните я вас назвал или ты не зря вот а речь это другом надо чтобы это куда-то было понято осознанно и следующее поколение уже этого не делала если мы успеем если не успеет это если они успеют не делать так вот смотрите я при это очень важный разговор короткий я приехал сюда и купил участок рушенском районе красного края отношусь к поселку сезая скобка красный хутор значит через несколько лет случилась такая такая вещь значит поплыла было очень много снега поплыла поднялась маленькая речушка она есть на карте смотрит монтаж 50 всего горная речка река сезая и поплыли дома выли давно там мимо меня плыли бревна закатки я в десяти километрах вот закатки с помидорами с огурцами страшная картина потом берега начали укреплять так вы еще не поняли к чему я говорю сейчас поймете и вроде бы все успокоилось проходит еще несколько лет случилась снова беда конечно же масштабы не те но с человеческой жертвой снова много снега половодия вот когда пытался пересечь прям сюда рядом мост но он дремонтировался и прям пытался пересечь этот камаз камаз захлебнулся шофер выпал женщина утонула которая рядом сидела страшная трагедия здесь результат получай глупости но все это потом вот потом значит берега окончательно укрепили ну как стали нужно еще несколько лет проходит а вот а сейчас внимание значит две мощнейшие организации которые заготавливали дерево изделия в общем там по-моему каждые пять минут из тайги при при это огромные лесовозы привозили лес который тут же превращался в доски дрова и прочее причем это была такая интенсивная рубка откуда-нибудь в общем лет двадцать тридцать процветающий поселок зарплаты прекрасно себя чувствовали все это время врубали ну жертва была ну пускать какая разница шофер сдуру полез в брод вот сейчас самое главное я все скажу попробуйте меня понять правильно проходит еще несколько лет и вот случается а у нас же малоснежье помните как раз подчеркивал по щиколотку нормально по колено редкий случай а тут мать по пояс это внизу а в горах там все завалено было снегом это случилось супер снежная зима вот и а уже появилась такая организация как мчс она забила тревогу вот сюда призывы беречься ждем наводнения ну а база утонула все-таки то есть там были жертвы там были эти и дома плыли а у нас господи там ручьёк то случилось того что ждали страшной беды страшной беды ждали вот сейчас вы поймете почему я про рассказу про детективный рассказ оба знали бы в этом губернаторы и прочее руководители давая команду не бесплатно конечно вот это все уничтожить так вот ждали страшной беды снова укрепляли берега речушкой летом этот переходили в сапогах вот и пришла весна удар как у нас половодие в июне обычно когда поднимают сейчас начинает с гор сходить огромная масса воды вот июне установила жара ждали 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 вода не поднялась в месяц молчала мчс столько денег вытребовали столько было паники столько всего и не случилось и вот тогда то я будучи садоводом начал это самое больше вникать и мы с вами будем вникать в жизнь леса и в жизнь городских растений это очень важно куда деваться с подводной лодки которым является наша страна несчастная и вот объяснили причем честно объяснили да действительно ждали половодия ждали потопа да все плодичейский жертв потому что снегу было как никогда много а оказывается как объяснили снег упал на сухую почву и сколько пива не было огромные запасы когда он расставил почву питала как губка да помните это слово как губка почва это губка и все ничего не случилось ну что сказать осенью то есть уже леса были вырублены два поселка на два этих самых леспромхоза черное дело сделали леса были вырублены повезло то что была абсолютно сухая осень абсолютно независимо от того что были уничтожены гигантское количество пойми этой речи реки речушки такой страшной половодия обычно вот тем не менее беды не случилось это называется карта так легла а вот здесь что вы видите на экране карты не легла вот это вот я специально сделал такой калаш как вам нравится погибло двадцать лишних человек ну учитывая что нас любят скрывать ну наверно человек пятьдесят погибло вот это нажать и надо смело это у нас ничего не изменилось на самолет они падали а сейчас люди не тонут и вот значит я представил себе такую почву как я ее вижу значит почва это губка деревья которые мы ни один не имеем права уничтожать вот морального права формальная есть назвали санитарной рубкой а что такое санитарная рубка значит сухостой значит он влагу не питывает так вот любое дерево ух сюда бы всех бы до мордой бы в это в экран дело в том что дерево является насосом она сама состоит кто не знает излаги я не помню 70 80 процентов как все живое она в основе излаги состоит и вот это вот знаете сколько влаги вот сейчас она теперь не будет нет леса нет влага освободилась вот она освободилась это раз второе любое дерево это насос для перекачки вот этот круговорот воды в природе завершается с помощью испарения но это только часть и с помощью перекачки с помощью дерева это насос их нельзя трогать вот а я почему-то говорю школу методичка какая угодно и там учитель приходит дети у нас случилась страшная беда показывает несколько таких сейчас это возможно технически возможно вот мы им хотим сказать дети берегите природу вы вырастите вы никогда не будет этого что вы видите на экране у вас вашим участием потому что любое дерево она растет она становится нашим лучшим другом она нас спасает от этих катаклизмов идет страшная это на первый случай а потом подготовить уже со следующего учебного года лучше с этого подготовить настоящую настоящую учебу учебу которая а как научить детей любить природу то о чем мы вот говорим все эти вебинары вот о чем что должно быть а вы помните это ужас этот нас есть вебинаре еще раз вернемся к этому если я вообще не ловил вот что должно быть дети должны знать правду во-вторых дети должны знать что что такое гибель дерева вот каждый пальпа по деревцу и полтора 100 миллионов деревьев нету не считая таких вырубок а это из художественного фильма ночи мне прислал кто-то друг один из друзей если вот сюда нажать там все одна минута это предсказание было от фильм 60-х годов а сам он можете посмотреть пронзительный фильм русский лес 63 года вот он а вот просто набирайте в ю тубе пожалуйста в яндексе в рамблере google и вот он перед вами вот вот это предсказание на сбылось никто за эти трупы не ответит почему потому что сейчас никто скажет что вот эти вырубки учета санитарные вырубки это больной лист